Друзья, вы на канале UA News. Слава Украине! Героям слава! Зеленский – лидер свободного мира. Украина, как единый кулак, даст отпор агрессору. За подписку, лайки и комментарии будем рады. Вместе мы сила. Ну а мы начинаем. Как говорят источники в контрразведке, у России есть чуткий план вторжения в Молдову. Вероятной даты наступления РФ называют 9 мая. А поводом – признание независимости Приднестровья. Отметим, что ранее в ГУР заявляли, что РФ планирует высадить десант в так называемом Приднестровье. Однако там не называли вероятных дат вторжения. В Украине хотят запретить российские и белорусские рубли. В Верховной Раде зарегистрировано три законопроекта под номером 7334, 7335 и 7336. О запрете обращения российского рубля на территорию Украины и для трансграничных переводов, а также для перемещений. Санкции против России могут быть сняты только после согласования с украинской стороной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, Москве придется достигнуть соглашения с Украиной. Украинские защитники выбили оккупантов из Азов-Стали. Об этом сообщает Алексей Ристович. Штурм завода продолжается третьи сутки, но оккупантов выбили из его территории. Вчера вошли российские войска на территорию Азов-Стали, но были выбиты нашими защитниками. Сейчас обобщаем информацию, заявил Ристович. Из-за оккупации Энергодара остановилась крупнейшая украинская ТЭС. Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Россия не достигла на юге и востоке Украины желаемого продвижения. Об этом сообщает Пентагон. Кабмин планирует отправить на украинский рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч тонн дизеля, чтобы снизить дефицит топлива. Ощутимая нехватка горючего временная, сообщает министр экономики Юлия Свириденко. Российская армия провела имитационный запуск баллистических ракет «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки в Калининграде. Учитывая место, время и характер учений, это можно воспринимать как сигнал Западу. Такое мнение выразил немецкий портал «Спигель» в материале об имитационном пуске российских баллистических ракет. Калининград – российский анклав на Балтийском море между двумя членами ЕС и НАТО – Польшей и Литвой. Поэтому ни место, ни время этих учений не были выбраны случайно, отметил журналист «Спигель». СБУ сообщило о подробности задержания Анатолия Ширия. «Продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом», – сообщили в службе. Замкомандира полка «Азов» капитан Святослав Паламар записал видеообращение. «Призываю мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью». Друзья, на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Слава Украине! Героям слава! Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Вместе мы сила! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!